Привет, YouTube! Меня зовут Полина и это долгожданное видео про волосы. Я для вас подготовила новый способ накрутки на длинные натуральные волосы. Все вопросы, которые у вас останутся, задавайте в комментариях. Я постараюсь вам дать максимально развернутый ответ и весь стайлинг, который я использовала, также будет в инфобоксе под этим видео. Способ, который я вам сегодня покажу, помогает работать с длинными волосами достаточно быстро, но не в ущерб стойкости. Итого, мы получаем стойкие, классные локоны, но значительно быстрее, чем мы это делали раньше. Я уже снимала несколько видео, сейчас появятся ссылочки, кто не видел, перейдите, посмотрите. И также, перед тем, как вы перейдете к просмотру видео, я вам хочу рассказать, какими продуктами я пользовалась. Крутила я на утюг от марки Биюни с титановым покрытием на самой максимальной температуре. Какими же средствами я пользовалась перед тем, как приступить к накрутке? Я обрабатывала термозащиты от бренда Ива, Icon Welder. Мне очень удобно работать этой термозащитой, потому что она дает блеск, не утяжеляет, но при этом обладает дополнительной фиксацией. Вот это видно на баночке с обратной стороны. А еще у него невероятно крутой запах, так что если вы работаете с клиентами, поверьте, они это оценят. Также вместо него можно еще использовать спрей Трофи от бренда РНКО. Этот спрей дает мне дополнительную фиксацию, блеск и помогает волосам запомнить положение. Какие продукты я использовала в разборе. Самый любимый это РНКО Out of Space. Это лак-пружинка, позволяет вам продолжать дальше работать с волосами. Вы можете счесывать, наносить, счесывать, наносить. Он делает вам очень подвижную, стойкую фиксацию. Так как у меня он почти закончился, я его в видео заменила спреем от Urban Tribe. Это также газообразный лак, но он не утяжеляет волосы, не склеивает и также позволяет мне работать дальше с волосами. И желаю вам классных причесок. Приступаем с вами к подготовке волос. Так как у моей модели очень густые волосы, мы выделяем макушечную часть, такой полукруг. Смотрите всегда по густоте волос. Самое важное, чтобы оставшиеся пряди были не сильно редкие и не очень густые. Приступаем с вами к разбору прядей и непосредственно накрутки. Обратите внимание, что высота пробора у меня 4-6 см. Смотрите по густоте самой пряди. Она должна быть средней. Я буду крутить на спрей трофи от бренда Эренко. После распределения обязательно нужно прочесать прядь, чтобы утюг скользил. Теперь я захватываю утюгом и делаю проворот 360 градусов. Очень важно медленно теперь спускать утюг вдоль пряди, вдоль волос. Максимально медленно, чтобы утюг успевал прогреть прядь. В видео вы можете наблюдать, как я буду периодически поддувать. Делаю я это для того, чтобы остудить себе руку, так как испарение идет вверх. И пар просто слегка обжигает мне руку, поэтому мне очень тяжело держать. И эти поддувания помогают мне продержать утюг. У вас должны получиться такие закрученные прядки. Вот, обратите внимание, и ширина моих прядей будет где-то 3-4 сантиметра. Не повторюсь, не более, зависит от густоты волос. Теперь мы обрабатываем спреем термозащиты от бренда Ива. Это австралийский бренд, Icon Welder. Он также имеет определенную степень фиксации, что уже поможет моим волосам, помимо защиты от воздействия утюга и высоких температур, запомнить положение. В данном случае он еще обеспечивает мне дополнительное скольжение. Обратите внимание, когда мы оформляем пряди у лица. Мой первый проворот утюга будет в районе бровей, чтобы изгиб также был в районе бровей. Это будет очень красиво, и тем самым мы добавим еще дополнительный объем, когда будем расчесывать наши локоны. Как вы наверняка заметили, мы достаточно быстро прокрутили первый наш ряд прядей. Теперь мы переходим к макушке. Здесь также будет несколько прядей в зависимости от густоты. У меня вышло в районе 7-9 прядей, так как у моей модели очень густые волосы. Я их кручу в одном направлении, и после этого мы с вами придем к разбору. И переходим с вами к разбору. Я могу разбирать, как в данном случае через спрей трофе, и придерживаю. Обратите внимание, что одной рукой я немножко приподнимаю прикорневую зону, придерживаю. Я буду работать слоями, то бишь наносить средство, расчесывать. У меня расческа с редкими зубчиками. Наносить, расчесывать, наносить, расчесывать. Очень важно при этом придерживать прикорневую зону. И еще я попросила модель прям так спуститься, чтобы волосы были максимально на весу. Это поможет мне в дальнейшем добавлять воздуха волосам. Теперь я использую лак сильной фиксации. Если у вас есть лак, который имеет фиксацию, пружинка, то будет просто отлично. Я теперь, обратите внимание, слегка поворачиваю голову и фиксирую лаком. Я также могу его счесать, потому что лак у меня позволяет дальнейшую работу с волосами. И насваивает заново. Это обеспечит мне стойкость, воздушность. И совсем скоро вы увидите результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... что ж спасибо что посмотрели это видео надеюсь что вам понравился такой способ и до новых встреч пока